В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как внести изменения в конструкции автомобиля? На самые частые вопросы о тюнинге ответил начальник ГИБДД Сарова. Жизнь в мире смайликов. 17 июля Всемирный день Эмодзи. Всемирный день навыков молодежи отметили на дворовой площадке Центра внешкольной работы. Далее расскажем обо всем подробно. Дистанционную регистрацию рождения и смерти через портал Госуслуг планируют внедрить в Россию с 2022 года. Нововведение позволит проводить государственную регистрацию рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС. Заявления граждане будут подавать через единый портал Госуслуг в электронной форме с приложением соответствующего электронного медицинского свидетельства. Сведения о зарегистрированном акте орган ЗАГС направит в личный кабинет заявителя на едином портале Госуслуг, добавили в Минюсте. Сейчас специалисты настраивают функционал для обеспечения взаимодействия платформ. На первых этапах в проекте будут участвовать ряд пилотных регионов, которые определяют Минцифры России и Минздрав России, сообщили в министерстве. Для внедрения этих суперсервисов приняты несколько нормативных правовых актов. Также сохранят и действующий порядок обращений, когда граждане лично приносят документы в ЗАГС. В России в июле вступили в силу новые правила легализации автомобильного тюнинга. Однако основная процедура регистрации изменений в конструкции осталась прежней. Подробнее о том, что в своем авто можно менять без риска быть оштрафованным, а какие новшества требуют узаконить, расскажем далее. В этом году сотрудники остановили шесть саровчан, в конструкции автомобилей которых были внесены изменения, не согласованные с сотрудниками госавтоинспекции. Трое жителей нашего города такое разрешение на доработку своего авто получили. Много заявок сейчас на рассмотрение. Основной документ, который нужен водителю, решившему усовершенствовать транспорт – одобрение типа транспортного средства. В одобрении все указано, какие колеса должны быть установлены на данном транспортном средстве, какие замены можно произвести, что можно произвести в данном транспортном средстве. Значит, если проблемы будут с одобрением типа транспортного средства, не может он там найти его в оригинале или что-то, можно обратиться к техническим характеристикам данного транспортного средства. Получать разрешение на модернизацию авто не нужно, если эти изменения предусмотрены документом. В противном случае водителя ждет следующая процедура. Для начала нужно получить заключение предварительно технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений. Документы выдает испытательная лаборатория, уполномоченная организация. У нас в Нижнеродской области их две. В любую можно обратиться. И не только в Нижегородский, можем и за пределами Нижегородской области обратиться. Получив вот этот документ, уже с заявлением о получении разрешения на внесение изменений, необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Сотрудники ГАИ проверят заключение и если все будет в порядке, то выдадут разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля. После тюнинга с декларации выполненной работы и сертификатом соответствия на установленное оборудование, в испытательной лаборатории нужно получить протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства. Проходит технический осмотр на одной из станций, аккредитованных на проведение технического осмотра. И уже с соответствующим заявлением обращается обратно в госавтоинспекцию для получения свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. После внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Если все документы будут в порядке, в ГАИ выдадут свидетельство о соответствии на транспортное средство. Рост заболеваемости COVID-19 в России связан со сменой доминирующего штамма коронавируса, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов. Число новых больных будет оставаться высоким на протяжении месяца полутора после достижения максимальных значений по суточному приросту заразившихся. Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который продлится примерно полтора месяца, добавил специалист. Лишь затем, по его словам, начнется постепенное снижение заболеваемости. Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации, отметил Александр Горелов. Ранее директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Уголовное наказание грозит тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от COVID-19 и тем, кто их покупает и использует. В Госдуме напомнили, что за подделку и сбыть сертификаты можно получить до двух лет лишения свободы. За покупку и хранение сесть на год. Если владелец поддельного сертификата кого-то заразит, за это предусмотрено отдельное наказание – либо штраф, либо лишение свободы. Лжесправка антитела не вырабатывает, напомнил председатель Думы Вячеслав Володин. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россиянам, которым исполнилось 20 и 45 лет, не потребуется экстренно менять паспорт. Теперь старые документы будут действительны до получения новых, но не более 90 дней. Сейчас паспорт становится недействительным автоматически в день 20 или 45-летия. На время оформления нового документа гражданин получает временное удостоверение личности, с которым нельзя оформить кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Срок подачи заявления на получение первого паспорта для россиян, достигших 14 лет, также будет увеличен с 30 до 90 дней. Кроме того, с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта сократится до 5 рабочих дней. Сейчас он составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях. Школьники с 1 по 9 класс будут изучать финансовую грамотность. В разработке этой программы участвовал Банк России. Детей с 1 класса будут учить, как безопасно оплачивать услуги через интернет, анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. А после 5 класса ребята перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик, финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Кроме того, школьники будут уметь самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы, заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе и в электронном виде. Элементы финансовой грамотности войдут в программы математики, окружающего мира, общества знания и географии. Например, на математике ребят научат рассчитывать стоимость налогов. На географии расскажут, из чего складывается финансовое благополучие семьи. Новые программы могут быть запущены уже в этом году в рамках внедрения новых федерально-государственных стандартов. Когда они вступят в силу, решает каждый регион. Пьянство за рулем – тема, которая становится все более актуальна для Сарова. Каждую неделю сотрудники ГИБДД задерживают в среднем пятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция призывает горожан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Своевременно сообщать в полицию о саровчанах, которые ведут себя на дороге неадекватно или управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Позвонить можно по телефону 112. В Нижегородской области успешно завершен весенний призыв. В вооруженные силы РФ на военную службу из региона отправились более трех тысяч человек. Почти шесть с половиной тысяч молодых людей получили отсрочку от военной службы. Большинство из них для продолжения обучения. Более ста призывников будут служить в элитных войсках. Десять человек в президентском полку, 85 в Семеновском и 21 в Преображенском. Все запланированные мероприятия в ходе призыва проведены. Установленный план призыва граждан вооруженной силы РФ в Нижегородской области выполнен в полном объеме. Отметил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков. Военные комиссариаты региона уже готовятся к проведению призыва осень 2021. Конец империи. В ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли семью Николая II. Погибли сам император, его супруга, дети и приближенные. Последний император правил страной 23 года. Он был известен своей религиозностью. В 1903 году Николай II посетил Саров. Николай II посетил Саров во время Серафимовских торжеств 1903 года, когда состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского. Царский визит стал ключевым событием для нашего города и оставил яркий след в истории Сарова. Прославлению Серафима Саровского в лике святых немало способствовал сам император Николай II, который прибыл в Саров вместе с супругой и членами императорской фамилии. В семье императора было четыре дочери, и императрица мечтала о сыне. Супруги были уверены, что Саровский святой даст России наследника. Через год после посещения Сарова у императорской четы действительно родился наследник – цесаревич Алексей. Саров Николай II следовал железной дорогой от столицы через Тверь на Москву, от Москвы через Нижний Новгород до Арзамаса. Между Балыковым и Саровым проходила граница Нижегородской и Тамбовской губерний. Здесь была построена арка, и Николая II ждала торжественная встреча. В Успенском соборе Николай II со свитой осматривали монастырь, спускались в пещеры. После августейшие паломники отправились осматривать места, которые связаны с преподобным Серафимом. Ближнюю и дальнюю пустынки и камень, на котором молился святой. Весь путь Николай II совершил пешком. 18 июля по старому стилю состоялась самая главная и торжественная церковная служба, во время которой произошло прославление Серафима Саровского как святого. Гроб с его останками был перенесен из Осима-Саватиевской церкви в Успенский собор. Носилки несли Николай II, великие князья и архиереи. Из дневника царя. Впечатление было потрясающее. Видеть, как народ и в особенности больные, калеки и несчастные относились к крестному ходу. Очень торжественная минута была, когда началось прославление и затем прикладывание к мощам. Ушли из собора после этого, простояв три часа за всенощной. Николай II и члены его семьи были канонизированы русской православной церковью в 2000 году. В Сарове построен храм в честь святых царственных страстотерпцев. 17 июля отмечается День памяти царской семьи. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ежегодно 17 июля в мире отмечают День эмодзи. Дата была выбрана не случайно. Именно 17 июля установлена на пиктограмме, обозначающей календарь. Этот праздник не имеет официального статуса, но его широко отмечают поклонники эмодзи во всем мире. Эти занимательные пиктограммы уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Изучив подробно то, как человек использует эту альтернативу кириллице, можно составить его психологический портрет. Но эта задача сложная и довольно долгая. Иногда смайлики служат инструментом моральной или психологической защиты, считает Андрей Кочкин. Когда это какие-то выяснения отношений с людьми, и там идут смайлики, то это плохо. Это прикрытие, это какие-то вещи, которые реально не исправляют отношения, не проявляют отношения, не проясняют их, а наоборот как-то создают больше помех, больше каких-то сложностей. Потому что не каждый человек при виде смайлика трактует это по-разному. Казалось бы, вот он, универсальный язык, который могут понять в любом уголке мира. Но и тут все не так просто. Вы знали, что мы некоторые смайлы используем неверно? К примеру, этого милого котика зачастую используют, чтобы показать свой шок и удивление. В реальности этот смайлик обозначает усталость и сонливость. А вот две сложенные руки в Японии трактуют как мольбу и извинение. А в Америке смайл означает «дай пять». И таких примеров еще очень много. Восторг, гнев, удивление, радость. Сегодня в сети можно найти целые словари и эмоции, которые включают тысячи разных символов и их трактование. Выходит так, что мы владеем настоящим международным языком, учить который нам так и не приходилось. Интересно, как скоро это можно будет указать в своем резюме. Всемирный день навыков молодежи отметили на дворовой площадке Центра внешкольной работы. Ребятам предложили продемонстрировать свои таланты, спеть, танцевать, прочитать стихи. На праздники побывала и наша съемочная группа. Вечером на спортивной площадке второй гимназии было шумно и весело. Ребята рисовали на асфальте, пели песни, танцевали и придумывали интересные идеи. У детей всегда много талантов и необычный взгляд на мир. В проекте «Дворовая практика» ребята смогли раскрыть себя, развить творческие способности и креативное мышление. Сегодня Всемирный день навыков молодежи. В честь этого праздника мы решили подготовить им такое мероприятие, игру, под названием «Мои таланты». Мы взяли несколько талантов, которые могут сейчас быть у ребят, и попытались как можно больше в них раскрыть эти таланты. Такие как танцы, песни, фантазия. На дворовую площадку приходят играть дети разного возраста. В коллективе мальчики и девочки учатся взаимодействовать, слышать друг друга, проявлять терпение и уважение. По чутким руководствам наставника ребята не только весело проводят время, но растут и развиваются. Тут мы их учим, я думаю, быть добрыми, относиться ко всему, хорошо дружить, потому что мы здесь все вместе. У нас большой коллектив, к нам часто приходит много ребят. И мы как-то пытаемся сплосить их всех вместе, чтобы они не ругались, умели вместе дружно работать, как-то играть в команде. Дворовая практика проходит не только на улице, но и в стенах местных клубов. Сюда дети приходят за отличным настроем, весельем и общением. Мне сегодня понравилось фантазировать, танцевать, выбирать, какой самый лучший рисунок. И еще тут очень хорошо можно погулять, поиграть. На дворовой площадке очень весело. Мы здесь играем в пионербол, волейбол, в разные другие спортивные игры. И не только спортивные, также у нас есть игры на логику, мозговой штурм, алиас. Игры на дворовых площадках города проходят ежедневно с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. Следить за новостями можно на сайте Центра внешкольной работы и в группе ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!